А теперь, по сути, коронавируса. Только собирается еще в семейной агронизации здравоохранения объявить пандемию. То есть пандемии еще нет. Но пандемия это глобальная эпидемия. Но тем не менее, они еще не объявили, но скорее всего объявят через какое-то время, если увеличится еще больше и так далее. Это сразу же реакция пандемии. Ужас, кошмар, смерть испанка, 1918 год, миллионы погибших, ассоциации. На самом деле, я хочу напомнить, что, например, в 2009 году была объявлена пандемия свиного гриппа, так называемая H1N1. То есть тогда объявили пандемию гриппа свиного, которая действительно тоже смертность была. Многие люди умирали и так далее. Я думаю, помнят многие, какая была тогда тоже паника. Маски выгребали, там, эту акселиновую мазь. Там и флю там Тимошенко в аэропорту встречала, да, спасение привезла там и Украину и так далее. Паника тоже была достаточно серьезная. И что? И ничего. Все прошло, как говорится. Ну, в каком смысле прошло? Не вымерли. Вирус Эболы был тоже объявлен. Не вымерли. Ни в Украине никто нигде не умир. Да, какая-то часть людей, к сожалению, ослабленных. Ну, кто же себе заработал там и флю? Кто же на повязке? Да, да, да. И более того, я напомню, что вот этот тот же свиной грипп и другие штаммы, да, гриппа, они в осенне-зимний период у нас постоянно. У нас сейчас эпидемия гриппа такого. Ну, вот не коронавируса, а гриппа. Ну, до речи, від ускладной простого гриппу щодня помирают десятки людей в Украине. Совершенно верно. Каждый день у нас умирают люди от этого. Каждый день. Дифтерия 150 тысяч на 40 миллионов. Притом на 1,5 миллиарда Китай 72 тысячи. Це ж не співставыми цифры. Порядок цифр иначе. А корь, который мы один из мировых лидеров. Ну, я скажу, дифтерия. И так далее. То есть у нас туберкулез тот же, да. То есть у нас каждый день умирают люди от каких-то болезней. Короче, я вас нагадаю. Глядачі повинні знати, що 1 квітня закривають всі психоневрологічні і туберкулезні диспансери. І все, хто там с открытой формою туберкулеза, яка дуже опасна для окружаючих, вони, ну, вийдуть на вулиці, будуть среди нас. Будь лів. Это я к чему? Я к тому, що угроз, в принципі, і так достаточно, но мы с этим давно живем, вот, с подобными угрозами, да. Привыкли. И, как бы, ну, подавляющее большинство населения живо, или там, и здорово, или относительно здорово. И, ну, это, ну, не смертельно все далеко, вот, с той угрозой, которой мы живем для большинства подавляющее. Комаровский грамотно пояснив. Вірус, как и вирус. И коронавирус, да. То есть тоже из этой же оперы. Да, какая-то там небольшая часть людей может погибнуть, к сожалению, да, но в процентном соотношении не больше, чем от свиного гриба и так далее. Все одно, я мушу вам сказать, меня всередині так перевернуло все, коли я бачив, що мої земляки, скажімо, Тернопіль, Львів, Хреснахода, Мелебни, в Новых Санжарах, Залів. Возьмите, така є гравюра, по-моему, Дюрера, 1649 рік, і, типу, як тоді теж була епідемія чуми, і просто знищували євреї, бо, будь-то, євреї, вони, якби, вважалися, що вони брудні. І це був спалах антисемітизму тоді по всій Європі, в Іспанії, і я, до речі, подивився, що недалеко ми втекли, що 17-е століття, що 21-е століття. Да, это говорит о том, что у нас общество болеет, к сожалению. Легко маніпулюється. Да, легко маніпулюється, болеет и так далее. Насчет, почему коронавирус, паніка и так далее, посмотри, сколько заинтересованных в этом лиц. Начинаючи, извиняюсь, от СМІ, які об'єктивно заинтересовані, щоб більше їх читали, смотрели, заходили і так далее.